Всего в 36 километрах от Петергофа находится Царское село. Музей-заповедник в городе Пушкино. Здесь вы сможете полюбоваться красотой Екатерининского и Александровского дворцов. Мне сегодня выпал именно тот случай, когда идеальная погода. Когда ты встаешь в 7 утра, у тебя льет дождь. Ты выходишь, у тебя льет дождь. Ты вот так вот садишься за руль, уже 12.20 у меня, и дождь продолжает идти. Вот это вот как раз та погода, когда, мне кажется, все писатели написали свои стихи про осеннюю пору. Если бы вы спросили тетушку Вику, а не меня, что такое Царское село, там бы вы нашли следующую информацию. Царское село и Екатерининский дворец – это бывший императорский дворец. И это же резиденция, летняя резиденция трех российских правителей, правительниц. Екатерина первая, Елизавета Петровна и Екатерина вторая. Летняя резиденция. Екатеринский дворец – ранее летняя резиденция русских царей, возведенная в стиле рококо и входящая в архитектурный ансамбль «Царское село» в городе Пушкин. Сам же Пушкин находится примерно в 25 километрах к юго-востоку от Санкт-Петербурга. Здание, которое официально начало строиться в 1717 году по приказу Российской императрицы Екатерины I, несколько раз перестраивалось в течение XVIII века, пока не дошло до нынешней формы. После распада царской монархии Советский Союз открыл дворец как музей. Во время Второй мировой войны дворец был сильно поврежден. Его восстановление заняло годы и до сих пор частично продолжается. При дворце есть также и парк, который привлекает внимание туристов. Парк Екатерининского дворца разделен на две стилистические части. Одна представлена в классическом стиле «Старый сад», а другая в английском стиле «Новый сад». Старый сад, называемый голландским, как говорят, был разработан изначально по задумке Петра I, но в итоге все равно полностью реформирован мастерами-садоводами в 20-е годы XVIII века. Были созданы три террасы прямо напротив дворца. В ту же эпоху было создано водное зеркало, присутствующее на третьей террасе, под названием Вангаза, а затем Большой пруд и Мельничный пруд. Недалеко от дворца Екатерины расположился Александровский дворец, в основном известный тем, что был любимой резиденцией последнего царя Николая II. Это неоклассическое здание было спроектировано итальянским архитектором Джакомо Кваренге и построено между 1792 и 1796 годами. И все согласились с тем, что архитектор превзошел себя в создании этого шедевра. В 1821 году, четверть века спустя, сын архитектора написал «Изящное здание, глядящее на новый красивый сад в царском селе. Оно было спроектировано и построено моим отцом по просьбе Екатерины II, стремясь сохранить августовский стиль тех, для кого предназначался дворец, архитектор обрисовал его с предельной простотой, сочетая в себе и функциональность, и красоту. Его фасад изменяется, гармонические пропорции и умеренные украшения проявляются и в интерьерах, без ущерба для комфорта, в погоне за великолепием и элегантностью. «Изящное здание» Ладно, ребята, у нас на самом деле какая разница, какая погода. Едем, путешествуем без остановок, зимы нет, гололеда нет, можно ехать. «Впереди камера на 90-е». Просто говоря, мы с вами и делаем. «Впереди камера на 90-е». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова